Здравствуйте! Вы смотрите программу «Вопрос по делу» в студии Нина Приходько. У нас в гостях заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда России по Ростовской области Алла Николаевна Васильева. Здравствуйте, Алла Николаевна! Наша беседа сегодня касается изменений, которые происходят с пенсиями приятными и неприятными. Вы сейчас поясните. Начнем, конечно, с приятных. Потому что самое приятное, это то, что с января у нас в области существенно изменился прожиточный минимум пенсионера. Если в прошлом году он составлял 6 775 рублей, то с 1 января это 8 488 рублей. Это означает, что порядка 300 тысяч жителей в Ростовской области получат январскую пенсию с учетом увеличения за счет федеральной социальной доплаты, которую граждане получают путем доведения до прожиточного минимума. То есть это очень широкий слой граждан области и очень существенная добавка к пенсии. А все-таки неприятные изменения? Я бы не сказала, что неприятные. Может быть, пусть это будет менее приятное. Значит, с 1 февраля ожидается очередная индексация пенсии на 4%, но коснется она только неработающих пенсионеров. В данном случае речь идет только о страховых пенсиях. А государственные пенсии, которые индексируются с 1 апреля, будут индексироваться всем и работающим, и неработающим. Как вы в пенсионном фонде узнаете, работает пенсионер, не работает при начислении индексации? Такую информацию в пенсионный фонд представляют работодатели. На момент проведения февральской индексации, а сейчас, кстати, идет уже завершающий этап подготовительных работ к проведению индексации, пенсионный фонд имеет в распоряжении сведения работодателей по состоянию на 30 сентября 2015 года. Вот, собственно, эти данные будут применяться. Но федеральный закон, который был принят в конце декабря, и которым как раз-таки были предусмотрены ограничения в части индексации страховых пенсий, он предусматривает переходный период с 1 октября по 31 марта 2016 года. Вот в этот период граждане могут сами уведомить пенсионный фонд в том случае, если они уволятся. И вот те пенсионеры, которые уже начали увольняться, например, с 1 октября, сейчас осуществляется прием заявлений от них с тем, чтобы февральская пенсия у них была с индексацией. Но это не к тому, чтобы пенсионеры начали увольняться с работы. Ни в коем случае. Дело в том, что если впоследствии человек покинет, уволится с работы, то во внимание будут приняты все коэффициенты индексации, которые он пропустил. Потому что при перерасчете пенсии будет применена стоимость пенсионного коэффициента, которая устанавливается на год увольнения с работы. А эта стоимость, она как раз таки вбирает в себя все предыдущие индексации, которые пенсионер пропустил. Поэтому в любом случае человек ничего не теряет. А каков алгоритм действия? Человек уволился в этот переходный период? Каким образом донести к вам это заявление письменно? Заявление можно подать лично, можно представителя, можно направить по почте. На сайте пенсионного фонда в разделе «Жизненные ситуации» помещен бланк этого заявления и очень подробные правила его описания. Поэтому можно будет воспользоваться и направить заявление по почте, чтобы во избежание очередей в наших клиентских службах можно направить по почте. А те, кто не принесет в этот период заявления, как с ними? Если заявление будет позже подано, после 1 февраля, то будет осуществлен перерасчет с 1 числа месяца, следующего после подачи заявления. А почему ограничен этот период 31 марта 2016 года? Потому что с 1 апреля 2016 года вводится упрощенная отчетность работодателей, которая будет представляться ежемесячно, не позднее 10 числа месяца следующего за отчетным. И поэтому мы уже, органы пенсионного фонда, будут ежемесячно располагать сведениями о факте увольнения либо трудоустройства. Поэтому гражданам самим подавать заявление в пенсионный фонд уже отпадет необходимость. А вот эта упрощенная отчетность, о которой я говорю, она будет включать в себя фамилии, имя, отчество, номер ННН и с НИЛСА. А если пенсионер проработает не один, не два года, да, и пропустит несколько индексаций, что будет с его пенсией после того, как проводит? Пенсия будет пересчитана. И, как я уже чуть выше говорила, человек ничего не потеряет, потому что будет использоваться при перерасчете пенсии стоимость одного пенсионного коэффициента, который в год увольнения с работы. И как раз-таки эта стоимость уже будет включать в себя все предыдущие коэффициенты индексации пенсии, которые человек пропустил, пока работал. Еще один вопрос касаемо перерасчета, августовский перерасчет пенсии. Что планируется в 2016 году? Перерасчет будет осуществляться в прежнем порядке. Здесь как бы граждане не должны путать индексацию пенсии, которая осуществляется, исходя из инфляции предыдущего года. И перерасчет с августа, который зависит от объема страховых взносов, который за каждое застрахованное лицо заплатил работодатель. То есть это абсолютно два разных вида перерасчета. И августовский будет происходить в обычном, в плановом режиме, как мы ежегодно это и делали раньше. Какие еще ждут пенсионеров изменения в плане этих пенсионных накоплений и начислений в 2016 году? Можете что-то сказать? Хотелось бы еще сказать, что ожидалось, что с 1 января 2016 года будут пересчитываться пенсии гражданам, которые длительное время трудились в сельской местности и продолжают там проживать. Но, к сожалению, эта норма перенесена на 1 января 2017 года. Вот, собственно, основные моменты. И по поводу баллов. Как человеку можно узнать, какое количество баллов он набрал? И как проще всего это сделать? Проще всего это сделать через сайт пенсионного фонда, на котором есть личный кабинет застрахованного лица, где можно получить информацию о своих пенсионных правах. Но, чтобы воспользоваться личным кабинетом, нужно быть зарегистрированным на едином портале государственных услуг. Поэтому призываем всех зарегистрироваться и пользоваться данными сайта пенсионного фонда. Алла Николаевна, спасибо большое, что пришли в нашу студию, ответили на вопросы. Я напоминаю, у нас в гостях была заместитель управляющего отделения Пенсионного фонда России по Ростовской области Алла Николаевна Васильева. Я же с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова